Пошло-пошло, тихонько, куда-то нахрен делись все. Пошло. На самое тесты завалил. Повышу, вот берешь, коробка нормально, ничего не нагрелось. Движок 60 где-то. Около 70. Приветствую всех подписчиков, любителей спецтехники, водителей. Короче, вот эти деревца, такая вот работа для начала. Не знаю, как пойдет. Видишь, вот что, плохо, что земля сырая. У меня все равно с усилием надо будет брать, да? Ну, тут я сначала подкопаюсь. Подкопаюсь, чтобы мне под корень ее взять. Я ее под корень и туда кантанется она у меня. Кантанется, потом, может, ее надо будет спилить или что я не знаю. А я ее в костюме, вот так хотя бы как-то ее распилить. И я потом туда-другу про просивку сделаю. Да, и туда, и влог, да, и все эти деревья, а эти легко возьмутся. Ну, там потяжелее будет. Сейчас, да. А вот здесь это не знаю, что. Тоже посмотрим. Самый такой, да. Может, с нее попробовать. Может, вы даже и просто не встанете. И все равно будете по-любому уже тут участок делать. Можно посмотреть. Может быть, здесь метр у нас еще есть. Срежем. Если что, возможно, попытаемся западать. Нет, а если тут какой-нибудь этот зернохранилищик. Это будем решать, заказчикам уже непосредственно. А если этот, а ты здесь не провальшься? Не знаю, я в том году сюда, я сюда заезжал наверх, ничего держит, но. Ну, если кусок земли уберем, то не провальшься? Не знаю, будем аккуратно. Вот бетонные плиты уже тут, я вижу. Да, вот она. Сейчас я их ковырну и поднимем уже, да, и поднимем. Тут все равно засыпать будете, да, я все? Да, да, все, храняем сюда. Тут, потому что яму тут все стягиваем. Да, сюда стяну, сюда стяну. По-моему, мы отбили. То есть, вот тут. А, до туда, да? Да, вот там бельгер. Расочки, трапочки, да. Ну, тут, короче, два с половиной футбольных поля, наверное, будет у вас. Да, и там, грубо говоря. Сколько? 50 на 70. 50 на 70. Там вот у нас 75, 47, 65 и 50. Да, вот так вот. 50 на 70. Понятно. Судок, короче, там все шлифы. Ладно. Ну, сегодня, если не получится ладон здесь сдирать, ну, я все равно сегодня планирую деревья пока. А вот такую погодку день-два и уже можно сдирать, тихонечко езжать. Чтобы зацепты был. Чтобы грязь беру, не хватает на колеса. Ребятки тоже блогерством заниматься решили еще ничего не... Канал только открываются у них. Будут открывать. Баками-то что делать? С этими железными баками? Чуть толкнуть, может, тоже толкнуть-то. А что, они мешают? Ну, они как-то по границе проходят, да, вот здесь. Ну, пока не мешают, да. Пока не мешают, пока что, да. Можно, можно, можно их как бы свалить и на тросу переключить. Больше-то как. В принципе, на вот это вот, вот на полметра можно поднимать. Ну, да, я хотя бы на метр, он сейчас, вот сюда, допустим. Вот у нас прямо на линии у нас. А, так, ну и завалю его, толкну немножко и все. А что можно толкнуть, чтобы мы в нем иногда стояли? Толкнуть. Ну, не знаю, попробует меня тут этот товарищ на погрузчике, вот, крамор, погрузчик. Так, Алексею положил, ну, я его знаю. Надо его спросить, чей-то хлам тут. Ну, ладно, ладно, начнем. Все лишнее, все лишнее в сторонку. Небольшая, я говорю, аллейка здесь. Что это за дерево, клен или что это? Главное, чтобы на меня он не упал. Я говорю, что-то вот не с того, не с чего у нас два, так, три дня дожди тут прошли. Сегодня утром моросил, вчера вот днем моросил. А позапозавчера они тут поливали прямо. Как бы они сейчас не нужны, эти дожди-то вообще. После зимы все должно сохнуть. Одна часть летела. Корчевал, короче, и не такое еще. Так, проваливаю, да. Земля мягкая. Так, проваливаю, да. Заваливаюсь. Заваливаюсь. Оно просто здесь Не одинокая дерет Пошла-пошла тихонько Куда нахрен денешься Никуда не денешься Любишься и женишься Субтитры подогнал «Симон» Куда нахрен денешься 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 Как бы все листья с него зачистил и все, а само дерево как стояло так и стоит, замучился тогда я. Так. И в таком месте берут участки, но болото. Площади, ну, площади под базой. Тут как бы, но что-то еще они... Только сказал, что-то бревно попало. Все, что берется, надо снимать. И очень аккуратно. Бывает, что бетонные плиты, всякие блоки лежат в земле. Кладка кирпичная какая-нибудь. Тоже очень аккуратненько все. Вот так. Очень аккуратненько. ПАМКАВЫ. Хорошо. К seventeen покажемся. Субтитры создавал DimaTorzok Два здоровых дерева уже перекантовал сюда Там небольшие остались, но еще одно вроде большое есть Просто они такие пустистые Тоже аккуратно надо толкать, а то может ствол сыграть или в окно, может сыграть или еще куда-нибудь По фонарям, по фарам Вроде все нормально идет, но увлекаться не надо Перекантуем лучше Кажется, что в ковше много, а на самом деле немножко Одно полено какое-то, и все Еще одно держало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Корни до чего-то еще остались Туда их контую Прямо по курсу контую маленько А потом справа налево к ниже пойду. Здесь еще не тронуто. Вот до столба территория. От дороги, вот тут дорога кучи. И до столба. И от него еще туда идет. В общем, нормально работки здесь. Сейчас вот эту хрень всю туда надо стаскивать. Тащу. Тут еще вот первое дерево, которое оно кустистое. Тоже его туда же в болото. И все, можно уже ровнять. Так что планировка это не такая уж сложная штука. Но все зависит от рельефа. Просто сразу спрашиваешь у клиента, куда, чего, где у тебя заравнивать, где горизонталь вывести. Ну, это черновая, ой, ничего себе ворона, блин. Здоровенный ворон. Не ворона, а ворон. Килограмм, наверное, 10 весит, летает. Вышей ловят. Тут в земле мыши эти полевые, полевки, выискивают, ловят. Сколько раз тебя вот в полях планировки делаешь, в коттеджах, и вот эти вороны, они, ну, он поймал уже одну. Так, контуем дальше. Здесь от столба стоит бетонное основание, мешает мне. Надо его как-то объехать. Все, как бы я здесь размолотил, размельчил. Не очень-то хорошо, что она мне к колесам лезет. Порвать не порвет, не должно. Ну, трет, блин, по колесам. Мне главное этот столб, вот он, проехать. Так. Дальше делаем. Сейчас вот эту херню все туда же. Прямо до земли захватываю. Не углубляюсь. Ковш немного, кромку покруче держу. И рычагом наклона держу сантимия 3-4, так вот. Ну, чтобы он по земле бороздил. Не глубоко, но сантима 3 врывается он у меня, ковш. Срезаем. Чисто дерн, срезаем. И за ним вот тут еще. Почему так делаю? Чтобы эти ветки под ковшом не проскользнули. Пробую под ковшом проскользнуть. И здесь под погрузчиком колом встанет. Тяжело по грузчику, потому что земля сывая. Коробка нормальная, ничего, не нагрелась. Движок 60 где-то. Около 7-й температура. Я говорю, эти движки, они не греются. Под нагрузкой работаешь. 70-80 в жару держишь. А там уже, когда слишком жарко, и работа, если тяжело, то крышки капота открываешь, и нормально. Так, вижу бетонный блок какой-то. Я его заберу в сторонку, чтобы на него не наехать. Так, все. Туда мы не полезем, тут уже. Тут нам уже не надо будет. Это я просто, на всякий случай, мало ли. Где-то что-то увидел я блок. Арматуру какую-нибудь, в кустах где-нибудь. Я лучше ее обозначу. Так, вот наткнулся на что-то. На чай я наткнулся. Вот, говорю, плита попала бетонная. Откуда она здесь взялась? Что-то, видимо, было здесь. Вот это я и говорю, что попадаются эти подводные камни. Рифы. Толкаем дальше туда, в болото. Вот так. Тяжело погрузить идет. Земля какая-то вязкая. Колеса немножко продавливаются. И это, вроде сушит поленько землю. Колеса чуть-чуть проваливаются. И это тяжело иметь. Вот я сегодня, как бы, планировал подготовочку сделать площадке. С обеда вышел отсюда работать сегодня. Как бы договаривались с утра, с 8 утра, но я говорю, с утра дождь моросил. Думал, сегодня вообще не выйду. Потом посмотрел, солнце вроде вышло. Главное, чтобы поверхность земли подсушила маленько. Думаю, ладно, можно тихонечко работать. Деревья-то, по крайней мере, снести. Вот деревья, считай, снес уже все. Сейчас зачищу эту площадку и будем ровнять площадку. Еще деревья надо подобрать будет, ладно. Это туда стягиваем. Там, потому что низина идет. И сюда стащить будет. Здесь тоже такая яма. Вот, стоит метка. От нее, туда, до столба. Все это она будет выравнивать. Попираем все сполы. Попираем все сполы. Так же, до самой земли. Начинает пробуксовывать, втыкаться слишком резко ковшом. Ковш немного отселяет. И все, идет. Под гову идет. В общем, на этой веселой ноте первую часть марлезонского балета здесь заканчивается. Все, что я тут планировал, я сделал. Даже больше, чем рассчитывал. Ну, в основном, у меня задача была на этот раз деревья убрать все. Но я еще успел немножко и дерн сыграть. Но это я уже покажу в следующем видео. Продолжение. Смотрите. А тут я все закончил. Всем пока. Спасибо за просмотр. Пишите.